Ребята, всем привет, с вами канал Будда Гришн, но поступают из зала Пресненского суда, где идет слушание дела Михаила Ефремова по существу. Эльман Пашаев, я напомню, отложил все свои дела и тоже находится там, хотя сегодня у него были прения сторон Новосибирска. Не знаю, как он там договорился. Значит, потому что прения сторон нельзя отложить. Значит, он находится тоже с Ефремовым. И я напомню, что началось все с громкого заявления Пашаева о том, что потерпевшая сторона собирается фальсифицировать доказательства. Дальше Ефремов обратился к Добровинскому, сказав, что его назвали свиньей. И когда Добровинский около здания суда сказал, что Ефремов подхрюкивал на предыдущем заседании, когда были предварительные слушания, и дети смотрели телевизор и спрашивают теперь, а почему папу называют свиньей. Дальше Ефремов сделал такое обращение лично к Добровинскому и к судье. Попросили сделать замечание Добровинскому. Значит, есть помимо таких вот крупных заявлений и довольно мелкие новости из зала суда, но они не перестают быть вместе с тем довольно, мне кажется, значимыми. Ну вот, корреспондент Комсомольской правды, к примеру, из зала суда сообщила, что после всех ходатайств и заявлений суд наконец приступил к рассмотрению дела. Перечисление травм всех погибшего курьера Сергея Захарова заняло порядка четырех минут, сообщает корреспондент Комсомольской правды. Также интересным является тот факт, что сотрудник прокуратуры заявила, что Захаров поступил в больницу. Это все те вопросы, которые мы довольно много обсуждали. Во сколько, что поступил, как, т.с. И вот сейчас при рассмотрении дела по существу все эти вопросы с ответами. Мы можем получить информацию. Сотрудник прокуратуры заявила, что Захаров поступил в больницу в 22 часа 58 минут, то есть без двух минут 11, 22.58, а скончался он только в 05.20 утра, 20 минут 6. То есть, получается, что в районе 11 часов вечера он поступил в склиф, а скончался он 20 минут 6 утра. На фоне заявлений Стерхова, если вы помните, она там была и говорила, что врачи сказали, что невозможно спасти, и якобы со слов Стерхова, еще раз говорю, да, сожительницы Захарова, что ему там не оказывали медицинскую помощь, как бы говоря, что его невозможно спасти. Но можете представить себе, 5.20 утра и 11 вечера, это 6 часов 20 минут. Как-то мне видится, что человеков всеми правдами и неправдами стараются все-таки за такое количество времени спасти и что-то с ним сделать. Стерхова же нам заявляла, что ей там сказали, что ничего не производит, ничего не делают с Захаровым, потому что спасти невозможно. Довольно странно, довольно большой промежуток, согласитесь, времени. Пока такие новости. С вами был Будда Гришна. Подписывайтесь на канал, кому интересно, ребята. Всем пока, до встречи.